наш эфир продолжает программе филан фиштейна похищение европы здравствуйте их добрый день ну что традиционно начнем с событий в европе несомненно к этому нас обязывает и название передачи но наверняка хотя американские средства массовой информации не очень увлекаются событиями за рубежом как я понимаю скорее напирают на внутренние события на происходящее в америке но не могли они не сказать в эти дни и о тех степень стихийных бедствиях которые обрушились на европейский континент я имею ввиду конечно же наводнения мощные на территории германии голландии бельгии и австрии даже швейцарии отчасти и торнадо что вообще нелепости что вообще неожиданность торнадо на территории южной чехии на территории морали начну с торнадо торнадо вообще-то это климатическое явление или скажем так погодное явление здесь не виданная здесь если бывают торнадо то исключительно мелкие их с удовольствием фотографируют любители их показывают и так далее но они большому ущербу не приводят в этот раз торнадо было вполне я бы сказал американская american size по-настоящему крупного размера торнадо которое снесло несколько деревень довольно крупно пострадали люди хотя это не сотни это скажем десятки и вся страна бросилась как бы на помощь этому региону идет работа по очищению территории от всяких этих развалов обломков и прочего и прочего а страховочные компании которые говорят что это будет самое большое страховочное действие их за последнее столетие тем не менее уже приступили к выплатам страховок все это было бы конечно сравнительно я бы сказал детский сад если сравнивать с тем что происходит обычно в америке из года в год но тут подоспела еще одно климатическое бедствие стихийное бедствие и это неожиданно обрушившиеся на южную и западную главно главным образом западную германию а наводнение это наводнение было вполне приличных масштабов сносило небольшие населенные пункты в общем то нарушала движение на дорогах и даже уничтожала дорожные полосы возникали колоссальные овраги ямы перепады и так далее то есть это было вполне крупное стихийное бедствие достаточно сказать что на территории германии это вообще немыслимо я не помню второго такого случая на территории германии погибло от наводнения 160 человек в бельгии 30 все это вполне приличная в других странах там единицы или десятки в любом случае в общей сложности по западной европе количество жертв превысило 200 и разумеется тоже все бросились друг другу помогать насколько это возможно но я не к тому это веду и германия несомненно справиться с этим бедствием это все-таки не вторая мировая война не тот масштаб разрушений но что любопытно когда возникает такая вот такой случай что называется оказия то разумеется это подстегивает интерес к тем политическим положениям или пунктам повестки политической которые в данном случае выгодны правящим элитам и в данном случае вы прекрасно понимаете о чем идет речь речь идет о том что это подстегнуло все тенденции направленные на борьбу с природой скажу грубо из рима на борьбу с природой официально называется борьбой с климатическими изменениями так получилось что как раз в эти дни буквально европейская комиссия то есть как бы правительство европы правительство европейского союза приняла климатический план по которому до 35 года будут еще производиться после 35 года уже не будут производиться нормальные дизельные там бензиновые и прочие автомобили а будут все автомобили только электрические а до 2050 года европейский союз намерен добиться так называемой климатической нейтральности что то что это такое это значит что объем выбросов углекислых газов которые как считается предельно вредны для атмосферы и разогревают землю а этот объем будет равняться объему потребляемых тех же углекислых газов то есть это будет так называемый так называемая нейтральность и тем самым якобы не будет происходить климатических изменений которые ведут вот к таким стихийным бедствиям то есть представление которое вполне сравнимо с представлениями томаса мора с утопиями всех великих деятелей таких утопических картин которые рисовали с представления о том что будет зеленая планета которая никак где никогда погода не будет изменяться так чтобы это привело к каким-то стихийным бедствием не будет ни торнадо не будут океаны не подниматься не падать то есть мир и благодать то что это лишь показывает о том как деградирует когнитивная способность людей а я говорю ведь о людях образованных и умных но это прекрасно показывает вообще представление о том что возможно что возможно такая ситуация я уже не говорим о том что при этом совершенно не продуманы другие возможные последствия например то что дождевые джунгли амазонии скажем они доживут именно они питаются вот этими углекислыми газами которые может быть вредны с точки зрения заслона солнечного но зато зато эти леса вымрут без них короче вот представление что можно добиться идеального баланса сбалансированности человеческой деятельности и ее эффектов это по моему предел глупости хочу напомнить между прочим что когда создавались первые климатические договоры протоколы парижский киотский все последующие еще один парижский 2015 года то в них писалось поначалу о том что человечество может пойти двумя путями или и или одними другим одновременно а именно это может быть адаптейшн ор митигейшн мои американские слушатели прекрасно понимают что я говорю то есть приспособление каким-то капризом природы или подавление этих капризов которые называют борьбой с природой что же вы думаете можете три раза загадывать каким путем пошло человечество в лице своих главных органов организации объединенных наций европейского союза и так далее по какому пути они пошли что значит адаптация это значит что если океан поднимается то вы сносите домик на берегу строите его на высоте там 500 метров и переходите жить туда то есть это потребует от человечества каких-то усилий но обратите внимание что это усилия в рамках традиционного подхода к экономическим вопросам вы где-то что-то разрушаете где-то что-то строите вы сможете всегда отчитаться за эти деньги построен новый дом на на пригорке понимаете афмитигейшн то есть подавление природных явлений это совсем из другой оперы это из оперы утопии но не безопасных утопий почему да потому что на подавление природы могут выделяться совершенно бессмертные ресурсы сколько бы не выделялось ресурсов все будет мало вот представьте себе до сих пор с момента первой такой конференции парижской девяносто второй год прошло не в роком 30 лет сейчас 30 лет выделялись из года в год все больше и больше суммы на борьбу на подавление климатических явлений что же мы видим мы видим что эти климатические явления все ухудшается и ухудшается никогда не было такого количества ураганов таких таких такого поднятия океанов таких торнадо и прочих явлений засух или наоборот дождей как сейчас почему это происходит вы наверняка догадались не нужно здесь с трех заходов с первого же вы догадались да потому что мало инвестируется значит если мы будем инвестировать в двое больше а в следующем году в пять раз больше а они все будут ухудшаться и ухудшаться я имею ввиду климатические показатели то что это будет обозначать только то что вы мало наинвестировали можете еще и еще причем найти взаимосвязь между сметными расходами и результатом непросто и дом он понятен вы построили новый дом а то может быть и новый город тут можно все просчитать сделать аудит и все сойдется а вот с природой сложнее повторяю вы мы затратим половину всего что производим на земле и наоборот перестанем производить половину и вы все равно никакой связи не уловите а если уловите то скажите мало затратили мало потратили вот в чем прелесть этого процесса поэтому и удивительно что все международные организации забыли вот этот пункт адаптации к явлениям природы и все работают в области подавления климатических явлений борьбы со всякими дождями засухами подъем или или падением океана океана или уровня океана и прочее и прочее то что результаты невелики повторяю для нас доказательство глупости для меня во всяком случае а для них доказательство того что мало мало потратили мало денег вложили вот в какой ситуации сейчас мы с вами оказываемся то что в природе происходят какие-то процессы не всегда я сейчас пытаюсь осторожно формулировать не всегда зависящее вплотную от деятельности человека ну скажем там 500 лет назад даже может еще и не 500 а 450 скажем в Европе был так называемый малый интергляция то есть малый ледниковый период да когда замерзла венецианский залив замерзла катались на коньках в тех местах где сегодня поднимается океан ну и что да просто то что это было явление очевидно не вытекающая из человеческой деятельности но сейчас очень хочется чтобы все что не происходит в природе вытекала напрямую из человеческой деятельности только так можно руководить только так можно манипулировать этими обществами и их производственными процессами вот это именно то что сейчас и делается причем делается под 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 полковую музыку просто с дробью с барабанной дробью предупреждающую нас что до такого то года мы все пересядем на электромобиль а как пишут некоторые умные люди это да конечно электромобиль хорош но у каждого электромотора где то есть своя труба дымовая где производят эту энергию ее же где то придется производить она не вся будет из солнца произведут энергию и затратным путем переведут ее в электромотор уже всегда затратней переводить электричество чем напрямую производить там тепло или электроэнергию так вот повторяю это сейчас центральная тема которая для нас по-своему вытекает из тех стихийных бедствий которые имеют место с тем что они имеют места невозможно поспорить но поспорить можно на ту тему от чего они происходят и происходит ли они вообще от чего-то нами регулируемого потому что далеко не все реки можно повернуть вспять далеко не любую природу не любой природный процесс можно подавить так вот такая ситуация зато это дает возможность таким организациям как евросоюз например предъявлять прямые обвинения тем кто мыслит несколько иначе просто задолбить их закатать в асфальт просто эти голоса подавить и так далее ну например я хочу привести другой пример может быть из другой оперы что называется но все таки связано сейчас комиссарша евросоюза по скажем свободе печати по правам человека и так далее и так далее я грешным делом хорошо знаю потому что она комиссарша за чехию она снова радикально раскритиковала венгрию за якобы творящиеся там неправые дела в области средств массовой информации в частности цензуры якобы венгерские средства массовой информации под давлением правительства проводят цензуру я спрашиваю комиссаршу госпожа евро или просто вера поскольку мы знакомы очень хорошо я говорю есть это единственный случай цензуры в европе или вы заметили какие-то другие нет говорит а где могут быть другие ну скажем то что что наднациональная монополия youtube facebook цензурирует контент содержание не стесняясь этого и даже не просто само цензурирует в соответствии со своими наклонностями уже это было бы преступно потому что они монополизировали публичное пространство информационное монополизировали дерзко не позволяя никому туда пробиться а сейчас производят цензуру нет и этого недостаточно они сейчас вступили сговор с американским правительством то не считает нужным скрывать это прямо администрация президента байдена говорит о том что да мы работаем вместе с фейсбуком с ютьюбом с твиттером да мы работаем вместе и они конечно руководствуются нашими указаниями что здесь нового в чем новинка раньше это строго скрывалось это считалось неэтично и это было неэтично и есть неэтично когда средства массовой информации выполняет руководящие указания центральных органов партии и правительства это было неэтично это могли себе позволить только тоталитарные режимы так вот комиссарша по этим делам посредством массовой информации говорит я не знаю случаев где ютьюб ну так ютьюб же это делает в пользу прогресса а венгрия это делает в пользу регресса то вы понимаете разницу разницей существенны разумеется очень существенная а что такое свобода печати когда знаете ли могут все что угодно сказать вот какая складывается ситуация свобода было разделилось на правильную и неправильную и слово разделилось на правильную и неправильную и понятие общественных процессов разделилась на прогрессивное и регрессивное тянущее нас в прошлое темное или наоборот подталкивающее к светлому будущему и по этому принципу разделены и оценки этих процессов, вот как наказывает скажем Европейский Союз своих непослушных членов вроде Венгрии или Польши другое дело что мы еще посмотрим, это как говорится бабка надвое гадала то ли выйдет, то ли нет, какой из этих процессов побежит, что называется, быстрее и быстрее приведет к каким-то результатам то ли возникновение сильного блока на востоке Евросоюза, то ли наоборот способность Брюсселя задавить эти государства пока не возникает впечатление что Брюссель способен это сделать, еще и потому здесь вторая мелкая тема наша, за две минуты я совладаю с ней это то, что по всей Европе проходит мощнейшая демонстрация я уже не знаю показывают ли вам нам здесь стараются не показывать но по разным каналам мы все-таки видим почему я говорю стараются не показывать ну скажите какой должна быть демонстрация протеста чтобы она попала на экран телевидения ну скажем 20 тысяч достаточно может быть а если возьмем 50 выйдут на улицу достаточно, чтобы показать или все еще нет так вот во Франции скажем в эти выходные буквально то есть позавчера на улице вышло 120 по официальной оценке 120 тысяч участников протеста они несли кстати транспаранты не только и это здесь надо обратить на это особое внимание не только о ковиде разумеется основа была та что они протестуют против жестких ограничений всяких этих локдаунов карантинов и прочего и кстати ковидных паспортов тоже потому что Европейский Союз решил принять принцип ковидных паспортов будут пускать в страну а может быть и в автобус и только при наличии ковидных паспортов так вот не только этот лозунг протеста был над головами протестующих там было просто написано свободу вот что нужно понять что в головах многих очень многих уже стало ассоциироваться вот эти правительственные манипуляции которые пытаются очень легко это сделать но это коммунисты делали левой задней как говорится пытаются доказать что протест против этих распоряжений является протестом против будущего человечества и ведет непосредственно к атомной войне так коммунисты это дело всегда ставили если вы за какого нибудь диссидента значит вы льете воду на мельницу империалистов значит вы льете воду на мельницу поджигателей войны и хотите закончить дела атомной войной такая как бы простенькая логика но сейчас она во всем она во всем само слово диссидент, само слово скептик, само слово несогласный, отрицатель, стало нарицательным, стало отвратительным, стало человека характеризовать как противника человечества и, разумеется, разрушителя общественного строя, в данном случае прогрессивного. Раньше в мою бытность, как говорится, при тотальном режиме, при коммунизме, слово диссидент считалось почетным. То есть, могли власти притеснять, но люди-то вокруг знали, а этот человек самостоятельный, этот человек способный к самостоянию. А сейчас это вредное качество. Сейчас вредное качество. Самое модное слово современности – это покорность. Будьте, граждане, покорны, а не самостоятельны. Не знаю, Сергей, не исчерпал ли я. У нас еще пару минут. Вот вы абсолютно правы. Вы упомянули о том, что Белый дом подтвердил, что на самом деле они руководят цензурой в соцсетях. И когда мы дискутировали, скажем, в тех же соцсетях с некоторыми особо либеральными адвокатами, и я говорю, мы, дескать, неправильно поступают в социальные сети, когда они блокируют того или иного человека, вплоть до того, что президента Соединенных Штатов, так у них аргумент был, первая поправка Конституции распространяется только на правительство, что правительство не может, так сказать, ограничивать свободу слова. Ну, а тут получается такой симбиоз, такой олигархический, то есть соцсети и правительство. И правительство не отрицает того факта, что именно они, так сказать, задают тон, кого можно, какие мысли можно допускать, какую информацию можно допускать, какую нельзя допускать. То есть налицо все признаки тоталитаризма. Абсолютно все. Когда этот тоталитаризм только возникал, против него боролись с лозунгом «Анархия, мать порядка». Сегодня правильнее было бы сказать «Олигархия, мать порядка». Давайте мы, наверное, все-таки сделаем сейчас небольшой перерыв, буквально пару минут, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Телефон в студию 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну, а теперь перекинемся на американскую землю и... Давайте попробуем принять звонок. Может быть, вопрос интересный. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Игорь Фиштейн. Хорошо, если отлично от политизации вот этой климатизации, то никто как бы не отрицает, что были ледниковые периоды, все знаете, жаркие времена во время Земли. Но неужели вот эти геологи, метеорологи и так далее, те, кто безобмен относятся к тому, чтобы сохранить природу. Неужели вот эти вот самолеты, вертолеты, ковры вертолеты не создают какие-то движения в атмосфере, не говоря уже про спутники и ракеты. Сегодня один вот этот Безот чуть ли не головой пробил очередную дырку. Я аплодирую тем людям, которые создают электромобили, которые работают над ветренными, мельницами, как это не понравится зацеплено, это выражение, да, ветряные мельницы и солнечные батареи. Человек насколько возможно пытается спастись и приложить усилия. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Интересная тема на самом деле в том, что вы говорили, была частица здравого смысла, но к сожалению вся борьба с изменением климата сводится к распиливанию денег, отбирая деньги у одних, передавая деньги другим. Что касается прогресса технического, ну, послушайте, подайте пример личный, откажитесь от электричества, откажитесь от, я не знаю, от автомобиля, откажитесь от отопления газом в вашем доме и построите себе шалаш где-нибудь в лесу, покажите на личном примере и все эти борцы с глобальным потеплением, вот как Керри, например, на частном самолете летают, он объясняет тем, что иначе ему не победить глобальное потепление, он должен бороться с ним, так что все это настолько лицемерно, и... Лицемерно, потому что лицемерие стало серьезным принципом действия, это политический принцип лицемерия, вы понимаете, это... тут можно привести десятки примеров и 20 комнат алгоров, в которых горит электричество и прочее, дело ведь не в этом, ведь наш милый слушатель ничего ровным счетом не опровергает из того, что было сказано, разве где-то было сказано, что усовершенствование техническое вредно, бесполезно, или образование бесполезно, совсем нет, но разве это придумали сейчас вот эти защитники климата, они придумали техническое совершенство, они придумали колесо, они придумали электростанцию или гидроэлектростанцию, да нет, конечно, все это придумывалось поколениями и будет придумываться поколениями, и слава Богу, что будет, и разумеется, и солнечные батареи, и ветряные мельницы, все в меру хорошо, пока не исчерпает именно свою меру, свой динамический участок, понимаете, потом начинается наоборот отставание, когда мельница с водяным колесом оказывается уже отсталась, анахронизмом становится и так далее, все это нормальный процесс, и то, что я сказал про интерглициаль, про промежуточный ледниковый период, это не потому, что я оспаривал существование таких процессов, но потому, что это было всего 400 лет назад, понимаете, но это просто на памяти современников, об этом малые голландцы картинки рисовали, как люди на льду катаются по заливу, который никогда не покрывался льдом, то есть, все это на нашей памяти, у нас просто исключительно короткая память, и главное, наше сознание обращено очень часто не к тому, чтобы обработать и освоить, понять примеры прошлого, и опыт прошлого, а оно обращено к идиллическому будущему, вот задайте людям, понимаете, вот такую как бы задачу, и они нарисуют замечательную зеленую планету, а почему она должна быть зеленой, а все животные, которые живут в пустынях, их уничтожить придется, просто это все, понимаете, создается именно для, как сказал мой коллега Сергей, для большого распила, для большого распила и для большой манипуляции, оно лишено рационального зерна, когда лишается любая теория или практика рационального зерна и попадает во власть ненаучной фантастики, понимаете, то это становится всегда чревато манипуляторством и кончается всегда очень плохо, но ведь Америка же самая чистая в экологическом отношении страна, мы сейчас к этому вернемся, давайте попробуем принять звонок, добрый день, пожалуйста, Добрый день, Ефим, здравствуйте, Сергей. Ефим, вы озвучили очень интересный план по поводу 2030-х годов в Европе и отказа от дизеля и бензина. А вопрос у меня такой, а электроэнергии ресурсы откуда брать будут? Или план подразумевает то, что людей тоже к тому времени станет намного меньше? Спасибо большое. Вы знаете, это интересный аспект, потому что, в общем-то, как говорится, вы попали по головке гвоздя своим молотком, потому что действительно и эти процессы идут, и эти темы поднимаются, а перенаселенности вы знаете, так что не знаю, какими будут решения, как собираются уменьшать количество народного населения, но и этот вариант есть. Что же касается конкретно, то, разумеется, план имеет формально наукообразное подобие. Разумеется, над ним поработало не одна тысяча специалистов, которые что-то такое планировали, создавали и рассчитывали. Так вот, примерно 50% меня всегда поражает вот эта точность. К 50-му году 50%. Это мне напоминает вашего президента, который сказал к 4-му июля, 100 тысяч мы вакцинируем. Да что 100? 200 вакцинируем. То есть, это можно было услышать от представителя колхоза, а сейчас к таким же методам прибегают вот такие президенты. Так вот, 50% электроэнергии будет создаваться за счет так называемых возобновляемых ресурсов. Это ресурсы водные, солнечные и ветряные и еще там прибойные энергия прибоя, но она не так уж велика, не все страны отнюдь находятся в полосе больших океанских прибоев, так что, но я просто перечисляю все, что есть. Солнечная энергия уже сейчас занимает и играет какую-то роль в энергоснабжении. Достаточно много зеленых, кстати, площадей это к вопросу о зеленой планете. А будет ли она зеленой? А может она вся будет заставлена этими солнечными зеркалами, отражающими или поглощающими солнечный свет. Так вот, солнечная энергия уже сейчас играет важную роль. Ветряная это ветряная мельница, но вы знаете, что, повторяю, все имеет плюсы и минусы. И представление о том, что можно добиться идеальной планеты, оно само уже попахивает бредом, клиническим бредом. Так вот, ветряная мельница, разумеется, какую-то часть энергии могут создать. Ну, представьте себе эту поверхность стран. Некоторые маленькие страны, вроде Швейцарии, уже сейчас это какое-то королевство ветряных мельниц. Это страшно проезжать. Человек представляется сам себе Дон Кихотом, который борется с ветряными мельницами. Так вот, уже сейчас орнитологи, скажем, жалуются на то, что птицы боятся этих ветряных мельниц, они теряют свои насиженные места, свои зимние и летние стоянки, где они выводят птенцов. Ну, короче говоря, все это, разумеется, имеет как лицевую, так и оборотную сторону. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста. Става, 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 Става. Добрый день. Почему-то мы слышим о предстоящих этих катаклизмах самых больших ученых это являются Элгор и Декаприо. Почему никогда не выступают настоящие ученые-специалисты этого дела? Спасибо. Вы знаете, во-первых, у нас, нормальных людей, очень сильно преувеличено представление о том, что такое наука. Мы живем в каком-то зазеркале, представляя себе, что все делается так сказать по науке. На самом деле, в научном мире, в научном землячестве, скажем так, нет никакого единства. Ученые не могут договориться, сойтись во мнениях почти не по одному вопросу. Почти не по одному вопросу. Тогда начинается подавление инакомыслия. Те ученые, которые, скажем, не согласны с представлением о климатической катастрофе. Сейчас так и называется климатический кризис. Мы вообще не живем в цикле зима, лето, осень, весна. Мы живем в климатическом кризисе, который уже начался и идет. Я могу поспорить с любым из вас, что это состояние на следующих сто лет. Все время будет кризис. Так вот, ученые, которые не согласны с такой картиной, с таким видением, они просто не получают грантов, затыкаются рты, научные журналы боятся опубликовать. А уже много случаев было, когда опубликовали, скажем так, случайно, по недоразумению, а потом вынуждены были сказать, что редакция отмежевывается от взгляда такого человека лауреата Нобелевской премии, потому что этот взгляд ненаучный. Что есть научный, это одному Богу ведомо. Так вот, уверяю вас, огромное количество ученых придерживается другой точки зрения, но их голоса не слышны. И голоса не слышны, не дают трибуны, не дают в руки микрофона. Так получается. Кстати, вчера или сегодня я видел по американскому уже в телевидении вполне разумное интервью со Шварценеггером. Этот человек не всегда чистых побуждений и иногда сомнительной репутацией, но он в этом смысле выступил, кстати, на эту тему вполне оппонентом Алгора и прочих. То есть, он сказал, что Америка чистейшая в этом смысле страна, и мы сами сознательно фактически ставим неразрешимые задачи, которые отнимут у нас всю энергию. Не нужны для повседневной жизни абсолютно ничем. Я надеюсь, что я ответил хотя бы 847-400-5200 телефон нашей студии. Керри, который является царем сейчас, его назначил зецпредседатель по климатическим изменениям царем, он заявил, мало того, что мы должны свести к нулю вообще выбросы углекислого газа в атмосферу, но в скором будущем мы начнем извлекать из атмосферы углекислый газ. Поправьте меня, если я не прав. Деревья, зелень, разве не питаются углекислым газом? Именно так. Я это и сказал, что погибнет вся Амазония и дождевые джунгли. Разумеется, деревья питаются именно углекислым газом, производя кислород. Поэтому убить джунгли Амазонии означает лишить землю кислорода. Это, разумеется, как говорится, ежу понятно. В этом спора нет. Я, если не ошибаюсь, в школе еще преподавали это в среднем в Советском Союзе. И вообще трудно себе представить, может быть, борьбу с глобальными изменениями климата повернуть вспять и начать сажать деревья, тогда и выбросы углекислого газа в атмосфере меньше будет, и как бы планета станет зеленой, так как они об этом говорят. Но, похоже, они лишь говорят о том, чтобы она была зеленой, а на самом деле пытаются сделать все, чтобы ее убить. Все меры, направленные на борьбу с изменением климата, на самом деле завершаются увеличением налогов на предприятия, сокращением производства и так далее. То есть, на самом деле, уничтожением экономики нормальной. Но ведь только... Сергей, я хотел бы еще в оставшееся время коснуться одной для меня принципиально важной темы. Может быть, вы мне подскажете. Дело в том, что, насколько я понимаю, в штате Аризона прошел аудит, а аудит, здесь надо подчеркнуть, это не пересчет голосов, как часто сознательно лгут средства массовой информации. Аудит это не пересчет. Пересчет это когда вам кассирша возвращает сдачу 20 долларов, вы посчитаете, да, десятка, пятерка и пять по одному доллару, 20 в самый раз. Это пересчет. А если вы говорите, простите, дамочка, но здесь одна пятерка фальшивая, да и доллар какой-то карандашом нарисованный один. То есть, это аудит. Когда вы рассматриваете каждый бюллетень избирательный и видите, кем он прислан, правильно ли адрес обратный написан и так далее. Это аудит. Так вот, аудит прошел. Его результаты кому-то известны. Но широкой общественности они до сих пор во всей полноте неизвестны. Я знаю, как бы, каково оправдание этой неизвестности. Говорят сторонники темпартии, сторонники президента, что ведь не всенародное голосование имеет решающую роль при выборах. Ссылаются на опыт Клинтона и прочее, и прочее. а выборщики. А вот голоса выборщиков их изменить непросто. Сенат Аризоны по результатам аудита должен десертифицировать, то есть отменить голоса этих выборщиков. Сколько там Аризоны, я не помню, человек 20, по-моему. Их надо отменить и назначить, а это может только Сенат Аризоны, новых выборщиков. И те изменят общее соотношение в коллегии выборщиков. Понимаете, было там, сейчас не берите, меня не цепляйте за слово, но было довольно большое из-за общей подтасовки, был довольно большой перевес у Байдена по числу выборщиков. И вот они говорят, а ничего не меняется. Выборщиков будет на 20 меньше у Байдена, но все равно будет больше, если не будет последующих аудитов. Понимаете, но ведь здесь же не в цифре дело, здесь дело в том, что делегитимизируется вся система. Если в одном штате можно было на 100 тысяч подлог совершить, то тогда вся система плоха. И вот вопрос, который вам, вам, американцам сейчас, или нам, американцам, придется решать, что с этой системой выборщиков, понимаете, делать. И что делать с избирательным законом. Демократы хотят провести через Сенат свою версию избирательного закона, где любой сможет подать голос. Мертвец, человек из другого штата, трижды переезжающий по штатам, человек, только что приехавший из Уганды, любой имеет право выбирать. И я подозреваю, что этот процесс не закончится и не может закончить иначе, чем признанием права всех землян, всех жителей земли избирать американского президента. Вот такое к этому дело идет. Что вам известно сейчас? В каком состоянии находятся цифры аудита и что с ними будет дальше? Ну, периодически прорывается какая-то информация опять же через соцсети, там на некоторых каналах о том, что имели место, имела место фальсификация на самом деле выборов. Да, кстати, в Аризоне, по-моему, 11 выборщиков. Другие штаты, похоже, будут следовать примеру Аризоны. Сейчас вот конгрессмен в Техасе, по-моему, в 13-ти каунте подал законопроект о том, что провести аудит в 13-ти каунте в Техасе, в Вискансине требуют, в Пенсильвании, в Джорджии. То есть, есть такие факты просто вопиющие, там, скажем, одни и те же бюллетени, целые стопки бюллетеней прогонялись по нескольку раз, и, ну, достаточно фактов, чтобы можно было сказать, что выборы сфальсифицированы, это вовсе не значит, что они отзовут выборщиков, это вовсе не значит, что они отменят результаты выборов 20-го года. Но, во всяком случае, во всяком случае, законы, которые они предлагают, в какой-то степени обезопасят выборы, я имею в виду законы, которые предлагают республиканцы в некоторых штатах, обезопасят выборы, ну, во всяком случае, сделают сложнее процедуру фальсификации, что вызывает абсолютную истерику в рядах демократов. Я уже говорил об этом, Байден во время своей избирательной кампании так не шустрил, как он шустрит сейчас, он ездит по городам и весям, и, так сказать, рассказывает о том, что это были самые честные выборы, что все, что сейчас происходит, это неправильно, это неправда, то есть, настраивает людей. Ну, я вам должен сказать, что процентов 20-25 таких демократов, твердолобых, которые ни во что не поверят, ни во что, не изменят своего мнения, мало того, многие из них согласны, даже если они понимают, что выборы были украдены, они это поддерживают, и двумя руками за, но, в общем, в общем, такая информационная блокада существует, хотя официально еще не было репорта такого на широкую публику, то есть, доклада, но какая-то отдельная информация прорывается, и она довольно четко показывает, что прав был Трамп, когда заявлял о том, что у него украли выборы. Для этого есть все основания. В любом случае, мало. Тут нужна юридически выведенная и признанная юридическая система, системой юстиции признанный результат какой-то. Без него все останется так. Вы же понимаете, что суды не возьмут на себя такую ответственность. К сожалению, Левачье захватило все средства массовой информации, систему образования, правосудие, Министерство юстиции, ФБР и так далее. И я не уверен, что будет какое-то окончательное юридическое решение по этому вопросу, но хотя бы откроются глаза у людей, я не говорю про тех, кто, но мэтр вот будут голосовать за таких людей, как ЗИЦ-председатель, но есть ведь еще и какие-то колеблющиеся, которые поддавались пропаганде, которая обрушивалась на головы наивных американцев в течение нескольких лет, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если им до них дойдет, что на самом деле выборы сфальсифицированы, возможно, они поменяют свое мнение, может быть, в глубине души они все-таки остались американцами и рассчитывают, что, ну, полагают, что выборы должны быть справедливыми. Так что... Понимаете, Сергей, процесс развивается исключительно стремительно, я бы даже сказал, как говорится, стремительным домкратом падает на головы американцев. И говорить о том, что следующие выборы, промежуточные, скажем, весной следующего года, до них еще надо дожить, как говорится, до них еще надо дожить. И у власти, у власти придержащей, есть все возможности изменить все, изменить и законодательство, и систему, и запугать, и поставить перед избирательными комнатами или участками поставить вооруженных людей из БЛМ, которые будут просто запугивать, и так далее. Это дело сделается и делаться будет. Вот сейчас еще одно государство, еще одна страна, Перу, попала в ту же западню, фактически избрав такого левого президента, левака. Так что это все часто бывает уже поздно. Вы знаете, что вы абсолютно правы, что промежуточные выборы не являются гарантией справедливых выборов, потому что истерия, которая сейчас начинает накручиваться. Я не удивлюсь, если в 22-м году власть придержащей, как вы их назвали, объявят очередные локдауны, закроют все нахрен и опять скажут, все, ковид, нельзя, и будем голосовать исключительно по почте. Я не удивлюсь, если это произойдет. Мало того, мне почему-то кажется, что нечто подобное обязательно произойдет, поскольку они действительно в панике, потому что, кроме как расовой карты, демократам предложить нечего больше, нечего, бред, который они несут, это безумная трата. Вы знаете, какое количество денег получают так называемые беженцы, во сколько обходятся американскому налогоплательщику их бенефиты этих беженцев, 2400 долларов в месяц на одного человека, в то время как средняя пенсия по social security составляет всего 1400 долларов, но это средняя, усредненная пенсия на каждого, а 2400 на так называемых беженцев, то есть, это правительство, это партия, это партия не американская. В реальности я в значительной степени в мире слов виртуальной реальности. Сегодня я слушал выступление Байдена, где он сказал, что еще никогда американцам не жилось так хорошо, как при нем, что за 7 месяцев он смог создать 3 миллиона рабочих мест, что это вообще невиданный успех, причем, а знаете, как создаются рабочие места? Очень просто, совсем просто, не так, как это делал Трамп, это не рабочее, это не рабочее одно слово, не рабочее, места, понимаете, потому что если в Калифорнии все получат какое-то, вы знаете, содержание постоянное, безразмерное, но постоянное, каждый месяц будут получать чек, то эти люди уже выпадают из списка безработных и становятся рабочими местами, вот как создаются рабочие места. А плюс еще чиновники, которые должны обслуживать эти программы, которые он выдумывает. Ну, разумеется, но важно и то, что он одним рощерком пера создает там несколько миллионов рабочих мест, ягод. На самом деле, это те, кто садятся на вот это содержание, бесконечное, вечное содержание. Короче, здесь все это надо просто понимать, отдавать себя отчет, и американцы не остается ничего другого, кроме как протестовать. Сегодня в эфире у нас был Александр Веденин, он рассказал, у них там директор по фигурному катанию в одном комплексе спортивном. Американка такая, республиканка, консервативная, семья у нее вся такая. Так вот, он сказал, говорит, последними американцами, которые остались здесь, являются русские. Это удивительно было слышать, но это то, что произнесла консервативная американка. Хорошо бы, если бы все русские были американцами, а то, к сожалению, еще достаточно процентов 10-15 русскоговорящих, которые являются не американцами по своей натуре, по своей сути, по своему характеру, по своим идеологическим взглядам. Жрешность не имеет национальности, он прогрессивный. Ефим, к сожалению, времени больше не осталось. Огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова